Всем привет! Сегодня мы приехали в гости к пчеловоду, к пасечнику Вячеславу. Он нас позвал в гости, чтобы рассказать, как он занимается разведением пчёл, изготовлением мёда. Поэтому сегодня будем задавать все интересные нам вопросы, и Вячеслав нас познакомит с таким вот нелёгким делом. Пчёлки возвращаются обратно. Возвращаются в улик. Это наш первоначальный рой, который собирался садиться на ветку. На ветку жердельки или алычи. Но это не важно. Главное, что это дерево не высоко расположено. Не надо лезть на макушку. Это можно слететь с лестницы. Вот она, первая рамка, которая первоначально подставлена, но не помазана ничем. Поэтому пчела не села. И если бы она села без матки, рой никогда не сядет. Вот, как видно сейчас на ветке. Посмотрим внимательно на ветку. Смотрим. На ветке почти пчёл уже не осталось. Вообще ничего. Этих кучка пчёл улетит через минут 15-10. А это пчёлы сидят на рамку. Чисто на запах сотов. Но никак она в себе не усядется. Вот, считай. Дела все сделаны. Можно сейчас спокойно посмотреть. Через 15-10 минут, когда пчёл усядется, можно заходить, открывать улик и смотреть. Вот. Вот он улик. Смотрит пчёл вообще со всех сторон. Вот они все. Как видно, по литкам лёд только начинается. И родевой улик. Сразу видно большое скопление пчёл. Вот. Взятка большого сейчас нету. Сейчас весна. Только стоим дома. Овощина первоначальная. Как её туда поставить? А её где берут, эту овощину? Это. Это. Сами деньги. В челом магазинах. А, покупают, да? Это сперва овощина идёт. Потом отстраиваются соты. Потом, при наличии природного меда, получается, вот такие рамки уже откачивают. Вот, вдруг возьмите, посмотрите, сколько с килограмм. Ой, какой-то тяжёлый. Она ещё не полная. Тяжёлая? А сколько она весит? Ну, и всё, ну, как он нелёгко, а вам не знаю. Ну, я так это непривычно рукой взяла. Ого, да тяжело. Ну, да, тут килограмма три, наверное, да? Здесь отобраны пчёлы. Сейчас покажу, быстро покажу. Они добрые. Ага. Ого, сколько их там. Это семья, которая вернулась обратно, сроевая. И сейчас. Вот это называется. Хотели труда, сейчас покажем толку. Вот пчёлы. Вот труд. Вот можете воволку взять. А что, не кусается? Он нет. Ну, Ксережь, возьми. Нет, домой не кусается. Вот рой, который вылетел, вылетел. Вот моточники. Она просто матка не вылетела до конца. Ну-ка, он вернулся обратно, эту семью открыл. Моточники все забрал. Потом не лазит по веткам. Это сперва роевые, а потом селекцию не проводить. Это вот принадлежные ящики, для того, чтобы можно было их закрывать. Так что, вот, что попало, тем накрыли. И чтобы можно было потом ящик спокойно самому перенести. А где они? Они тут не вылетают с этого ящика, да? Он закрыт. А, закрыт. Там литок есть, он закрыт. Здесь вентиляция, остыть, они могут спокойно транспортироваться куда угодно. Вот у нас еще стоит прицеп противо-раевой. Совершенно пустое, подготовленное для внезапного большого количества пчел. Это техника рабочая. Испытано в 90-х годах, ездит хорошо. Здесь установлен у нас павильон на 56 семей. Сейчас покажем изнутри его. Вот так вот. Все открыто. Стоят поперечные палочки. На них устанавливаются рамки до самой двери. Вверху стоит вентиляционная сетка для воздуха. И еще устанавливается дверь. Сетка для усиленной вентиляции. Это какие-то даты стоят на этих... Это маркировки. Маркировка, да? Это для себя. Всем напишу, чтобы разбирался. Это для маленьких семей. Вверху стоят. Для отводков. Да, приспособов тут много очень. А вот это для чего еще? Это вот, чтобы снималось. Тут же еще в них все. Тут еще становится вот этот... Чтобы дым не дымел. Это чтобы снимать картуса. Вот сюда становится маленькая наставка. Вот здесь вот. А эта штука снимается. Потом откатывается. И убирается здесь. Нижний просто ряд выдвигается. Пока пустой, можно так выдвигать. Без усилия. Просто рычагом. Носком вот так вот поднимаешь. Руку опираешь, а ты поднимаешь и тянешь. А вот это сверху что-то полежит интересное? А это настоящий утеплитель, сплетенный с камыша, с чакана. А это для них, да? Для утепления, да. Вот просто можем показать. Это вот на зиму, да? Да и на зиму сейчас. А, сейчас тоже? Ставим интересно. Зайки. Вот. Вот у нас сейчас смена такая еще. Доб-доб. Сильно не развеет. Еще попустите, развеет развеетели. Придется с камыша. Это все сами делали тоже, да? Да. Это здесь становится корпус для меда. И вот так вот зацепляется. Потом здесь подхватываются. Ну, лебедкой поднимаешь, да? Поднимаешься. Ну, здесь еще стоит электрическая, ну, и подэлектрическая. Ну, пока еще. Ага. Ну, это вы потом, когда будете, уже мед качать, да? А, да, привезу, позвоню обязательно, чтобы приехали. Вот тогда да, нам обязательно приехать. Как вы там делаете, это интересно? Потому что некоторые, ну, для того, чтобы видно было, как тут медный, наверное. Ага, да-да-да-да. Это ей получается, вы соскабливаете мед? Ну, не соскабливаете. А как? Как-то дальше. Это сдвигать рамки. Это сдвигать, вытаскивать одну рамку, если она мешает. А, вон, где-то сдвигать. Это подвигать, это, ну, так когда это, молоток под рукой был. Нет, это заводский, и есть самодельный, это которые заводские продаются, вот. Идет, пока вот такая, ну, боящая была. Молоденько всего не надо видеть. То есть, получается, ими поддевают, правильно? А вот этой, а эта сделана самодельная, с высокой, с самой крепкой стали. Это отец сделал мне. Угу. Это сделана самодельная стамеска стали, с самой крепкой. Любой корпус подрываешь на ставке, сгибаешь, гнешь, не согнешь сталь. Поэтому это гнется, это гнется, это просто ломается. Материал такой, да? Это материал. Ну, видите, он затронет, пляшется. Ну, все-все. Не, ну, по мелочи можно снять. Это гнется, а это скотч рычаган. Ну, руку возьмите, посмотрите. Ну, да, такая интересная. Сталь очень крепкая. Ну, да, и тяжелая, кстати, тяжелая. Чувствуется, что... Прополис, это общеринный клей. Клей? Ну, специфический запах имеет. Да. Угу. Да, какой-то интересный. Это лечебная вещь. Прополис-то я слышал, вот то, что из чего это вообще, откуда его берут. Вот. Ага. Здесь кусочки такие мелкие, да? Да, его много, у Олики нету. Да, вот здесь. Так его, конечно, он тогда и дырмой будет. На литках он, и на литках они, литки закрываются. Вот здесь он находится. Угу. И процессе работы, когда... Верхний корпус собираешь, когда откачиваешь мед, ну, чтобы его не очищать и воск не переплавлять. Угу. Держишь такую бутылку, ну, чтобы он не портился. Он просто, боже, он загерметично закрытый, чтобы он не выдыхались от фирменного масла. Угу. Просто бутылку открываешь, и если его открыто оставишь, пчел вытащит обратно. Да и вы что, прям вытащат? Угу. Просто зачерпываем ложку. Ну, все. Сколько граммов мы не верим, мы не меряем сколько граммов. Все. Сколько тут поместилось, столько поместилось. Это мед, который загустел. Это уже прошлогодний мед. Сейчас видим, что с ним происходит. Вода слегка, она теплая, она не холодная. Видите, что что-то произойдет. Свежий мед, он гораздо быстрее отстворяется. Вот, ложку размешали. Все, ложка с горкой. Видели? Да. И просто выпивается больше ничего. А еще говорят, что в кипяток нельзя мед, да? Что свойства теряет. Есть такое? Кипяток не, правильно говорят. Угу. Ну, вот чай, когда кипяток, раз, туда мед. Свойства теряет. Гранусов 40, не страшно. Угу. Сколько ложка? Вы столько меда просто не съедите. Ну да. Столько не съешь. Мед, растворенный на жидкость, он полностью усваивается. Угу. Чтобы организму, вот, можно съесть и 700 грамм в сутки. Роль играет. Да, это как-то, мне кажется, морма уж сильно перебарщивается. Столько много. 700 грамм это вот. Это вот. 700 грамм это вот. В течение дня ложка. Одна утром, одна в обед, две в вечером, ложка, 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 ложка. Постепенно, может быть, 800 грамм. Ну, только, тут просто, другая причина. Куда вы девать калорий? Ну да. Это же калории, надо потратить. А если просто их не тратить, зачем столько есть? Вот, там он. Тут добавляется. Ну, так оно работает. Как вот эта штука называется? Демарь. А, Демарь называется? Демарь, да. Ну да, вот, он, прожитый простой. Дровишки. Разжигайте, она по кругу, говорят, что только. Дровишки туда, да, положите? Да, порезаны, такие маленькие. Маленькими кусочками, да? Да. Раздувают потом. Еще изобрели их очень давно, когда еще пчелы, еще в дуплах жили. Пожар, и пчелы начинают зобы набирать нектар, беспокоятся, и как-то успокоят их за дым. И нас тоже успокаивает дым, когда мы злимся. И еще такой вопрос, для чего красить разным цветом? Это для распознавания. Литков много, чтобы они ориентируются на эти цвета. А, то все вот интересно, для чего теперь знаем. Ну, у них глаз устроен, так что они двигаются. А вот эти, сбоку стоят вот эти разделители, чтобы он не избегал всего большого масла. Перегородки. Чтобы каждый сектор в свой этот дырку пришел. Когда их куча, масса летает, они друг с другом не сталкиваются. А интересно еще, кто сильнее кусает, пчела или оса все-таки? Ну, кто полезнее, чем не того, что кто сильнее кусает. Не, вот так вот, если оса укусит, или... Там есть шершень, вот такое жало, вот такое шарше. Я где-то видел, да? Шершень. Есть пчелиный волк, это оса длинная, которую пчелу съедает. У меня тоже сам, она кусает много раз. Урка чешется, пчела, она полезная, в меру только. А, то есть, сегодня я оздоровилась, меня укусили. Конечно. Самоопасно-то язык. Если лошадь укусить до морда, она просто распыхает, и воздуха не хватит. Не беспокоят ли жителей, например, те, кто, например, вот рядышком живет с пасочником? Если в черте города вот это будет стоять, особенно в центре будет. Ну, это в центре, понятно, да. Если еще будет заведена порода еще, среднерусская, еще, еще есть, американская пчела, есть пчелоубийцы. Они, разведенные, это селекция медоносных пчел, они там скрасили, и она у них вышла из-под контроля. И получилось так, что у них хорошая селекция была. Они медоносны хорошо, но бьют всех подряд. Человек просто подходит к пулю, там даже эксперименты там у них на, ну, показано видео, там были такие. Человек подходит, полностью экипирован, с головой до ног, руки, все, подходит, он его моментально облепляет. Потом они сделали эксперимент, сделали на лицо, надели маску, чтобы в воздух с человека не шел. Они его не приблизились к пчелу. И пчела еще, во-вторых, первая пчела кусает, она создает запах яда, запах яда, слышали какой-нибудь. Потом она возбуждает остальную массу пчел, и они идут на запах яда. А среднерусская, она повышена возбудимости, пчела, одна кусает, они бешеные летят на запах яда. И там, получается, одна укусила, вторая, третья, что-то, и пошли бойни. Таким даже, они медно очень хорошо носят. Это вот в Алтае такие вот, в тех местах, она очень живучая, потому что, если бы она была добрая, она просто в тайге не выжила бы. Еще вот вопрос, а вот зима бывает холодная, как вот пчелы ничего, выживают, не погибают? Выживают они. У них задача одна, только чтобы их не трогали, и у них были большое количество корня. А подкармливаются только медом. Вот в этом году я им скормил ровно тонну меда. Тонну меда скормили пчелам? Да. А сколько получилось меда от этого, что если тонну скормили им? Нет, ну здесь другая сторона, их надо было поднять и выжить, чтобы они выжили. Они выживают, а это уже зависит качество и цена меда. Сколько продолжительность жизни у пчелы? Чем короче расстояние, тем она больше меда соберет и меньше износится. А если будет большое, как в горах горный мед собирает, там разлет у него идет до 7 километров. То есть она в нее изнашивается крылья, поэтому она внесет мед в зобики. То, что пока крыльями машут, она его израсходует, то, что чуть-чуть выбрасывает, то есть выкладывает в рамки, потом оставляет себе для полета другое, как заправка на машине. Вот я здесь помню, что был маточное молоко, поэтому мы сейчас на... Так, мы на машинке уже запечатаны, здесь маточное молоко уже опоздали. А, вот. О, хорошо, неудачно зашли. Вот оно, маточное молоко. Вот оно. Вот, видите, сколько его много? Угу. Прямо беленькое такое, Вот это есть маточное молоко. Вот это маленькое, это матка. Это убирается, как раз собран. Это разовые вилочки. Вот сколько. Может, с одного раза ничего вреда никакого не будет. Его не глотают как-то рассасывать. Под язык нужно. Я такой ни разу не видел. Вот это есть маточное молоко. Угу. Необычное, как-то даже не знаешь, как описать. Даже вообще не знаешь, чем сравнить, каким вкусом. Угу. И вот это, для этого надо делать лечебные пасеки. Люди приезжали специально выращивать вставить пчел для маточного молока, чтобы непосредственно потребитель под контролем врача его принимать и лечиться. И уж нельзя много есть. Вот этот маточник делится на три приема. А вот, который мы сейчас съели. Ого! На три раза! А мы с раз? Ну, я же вам показал, какой он на вкус. С одного раза не будет. Вреда не будет. И то его не раз его не глотает. Его под язык и муж расходился. Там, целое дело. А проглотили в желудок попал. Все понятно. Начинает закинуть. Минуя печень, там, как таблетки кладут под язык, но там за счет рецепторов. Мы хотим оставить ваш телефон под видео, что если кто-то захочет у вас приобрести мед, он может позвонить, узнать, и вы там уже по ситуации объясните. Конечно, по ситуации все. Есть? Да, пожалуйста. Нет? подождать там. Ну, хотя бы, чтобы могли люди обращаться. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok